Сегодня я хочу вам прочитать несколько аятов из Кур'ана и перевести, сделать тавсир по воле Аллаха, по возможности. История, когда все начиналось, то есть начало вообще человеческой истории сынов и дочерей Адама и Хавы. Это история, которая произошла в раю, когда Адам, али-иссалям, так получилось, что ошибся и нарушил завет и запрет Всевышнего Аллаха. И мы рассмотрим, как это все происходило в Кур'ане на эту тему во многих местах и очень много аятов сказано по всему Кур'ану. Но вот целая страница, немножко больше, тоже по этой теме, которая более всего освещает вот эту тему, как это все происходило. Говорится, и тогда сказал Господь твой, то есть повествование идет Мухаммаду, да, и тогда сказал Бог твой, Господь твой, и моля-икати ангелам, и ни джа-илюн фил-ауду халифатам. То есть поистине я установлю на земле фил-ауд, халифатам, это означает наместника или преемника, то есть который идет за кем-то, или который сменяет кого-то, который сменяет кого-то. В каком плане, кого сменяет, кого должен был сменить и сменил Адам, алей-исалям, и дети Адама, то есть мы. Кого мы сменили, кто знаем? На земле. Ну, вообще-то он первый же. Мы сменили, то есть хозяевами на земле стали после джиннов, правильно, после джиннов. На земле до Адама, алей-исалям, правили джинны, это были их угодья. И сейчас они тоже здесь, но они отодвинуты от того, чтобы здесь хозяйничать полноправно на этой земле. То есть здесь идут аяты, вот до вот этого аята, что говорится, создал Всевышний Аллах землю и все, что на ней и небеса, создал для вас, создал для человека. То есть все сделал для человека. Раньше всем этим пользовались джинны. Даже интересно, да, что если вы смотрите, например, какие-то каналы про природу, раньше Земля, она представляла собой такую, как бы, планету, которая совсем не была приспособлена для жизни человека. Вулканы, какие-то метан, огонь везде, магма, да, вот эта лава и так далее. Вот в этих условиях, да, может быть, это просто догадка, обитали джинны, так как они созданы из огня, и, может быть, эти условия для них как раз-таки приемлемы. Но затем Всевышний Аллах сделал землю такой, чтобы она была угодна для жизни человека. Аллах создал для нас и воздух, и воду, и пропитание, да, это три компонента, от которых именно зависит наша жизнь, без которой мы не можем. То есть кислород, воздух, вода и пропитание. Посмотрите, миллиарды планет, или триллионы, да, или сколько, и количество обечисленное, ни на одной нету таких условий, чтобы были вот эти три компонента для жизни. Сколько планет вокруг, есть там какие-то газы, да, есть такие, которые, можно сказать, небеса у них металлические, можно сказать, да. И говорится в некоторых аятах из Кур'ана, что если бы, говорит Всевышний Аллах, если бы не дети, если бы не молящиеся старики и другое, да, я бы мог сделать небеса для вас металлические, а землю пустынные. Так же, например, как Марс или там Венера, да, то есть жизни, жить невозможно там для человека. Но все здесь сделано для человека, именно в таком же, да, именно в таком соотношении всех вот этих природных веществ, которые именно нужны для человека. Вот только задумайтесь, да. То есть дышать нам нужно часто, воздух везде, вот куда бы ни пошел воздух, найдите место, где нет воздуха, потому что мы без воздуха не можем и минуты прожить. Воды, вода тоже нужна несколько раз в день обязательно пить, иначе мы чувствуем уже дискомфорт, через день, через два мы уже начинаем умирать без воды. То есть вода еще в большем количестве, дожди, реки, океаны, да, большая часть планеты это вода. И, соответственно, еда. Без еды мы можем намного больше прожить, нежели без кислорода и без воды, и она тоже, еда распространена именно в таком количестве, сколько нам нужно. И все миллиарды людей на планете, все накормлены, и на всех хватает воздуха, и создал Всевышний Аллах, и деревья, растительные для того, чтобы кислород отдавали, и поглощали углекислый газ, да. Посмотрите, как все это создано. То есть человек, который обладает лишь разумом, он может вот эти все вещи видеть. Есть огромное количество ученых, мирового масштаба, лауреаты Нобили и всевозможных премий, да, они не понимают этого. Не понимают, что мир создан для человека и создан, а не создался сам по себе. То есть люди, да, которые живут в некой тьме абсолютной, то есть они вроде есть, но их и вроде как и нет. А верующим людям дан свет, то есть фонарик, да, который можно осветить, где мы и понять вообще. Интересно, вот один из наших земляков, он говорит, раньше, ну он тоже был и раньше мусульманином, но таким, который ничего не понимал и не интересовался. Говорит, после того, как уже вот начал интересоваться исламом, говорит, я раньше как будто и не живой был вообще. Не знал откуда, зачем это все нужно, какой смысл, куда уходим, откуда пришли. Он просто, человек был просто в потемках, непонятно. Непонятно смысл его был существования. Сейчас говорит, как будто заново, как будто оживу вообще. Немножко отошли от темы. Извините, а вот животные и растения, они как сразу с человеком появились? Ну я точно не могу сказать. Нет, там было раньше, нет. Сначала даже из кислорода не было, появилось, ну, эти вот, из-за года России проходил сотый синтез, появился там кислород. Было много лет, много лет, пока... Это версия ученых, да. Ну, сказано в Куране, единственная достоверная информация, о которой мы можем полностью, безмерно, без ограничения доверять, это Куран. В Куране сказано, что каждое живое существо, кульдуддаб, даб, даббатин, это именно живые существа, животные, не человек, это не относится к человеку. То есть, каждая животная, тварь, если перевести по-русски, она выведена из воды. То есть, минма, то есть, вот в Куране есть аят, да, то есть, выведена из воды. То, что говорят сегодня ученые. Ну, и потом, вот, например, Марс, вот, ученые говорят, что там была же, тоже такие же переменные условия были, как на Земле, и люди там жили, там была жизнь. Ну, вот, когда вот там показывают, что, вот, видимо, астероид, это, столкнулся, и у нас есть возможность, очень много астероидов около нас, и вот Челябинский, который мимо проходил, вот это, он тоже мог нашу Землю задеть, но не задел. Ну, вот, и поэтому тамошние люди, ну, жильцы, они, как бы, сюда тоже собирались, ну, как бы, здесь запасной плацдарм готовили, и, как бы, вот, ну, про это самое. А мы теперь, как бы, тоже, вот, присматриваемся к Марсу, что тоже у нас может все это случиться, чтобы не кончилась жизнь на Земле, можем продолжить свою жизнь на Марсе. То есть, на Марсе у нас как бы... С ученой степенью, говоришь? Да, я так говорю. А там уже, как оно есть, не знаю. А на втором, на сайте, что было? Ну, да. Ну, возвратимся к Аятам. То есть, мы поняли, да, что раньше здесь властвовали джимы. И, естественно, они считали Землю своей. Да, да, да. Они здесь командовали, здесь они жили. Ну, то есть, можно сказать, вот, Родина, да, или наш дом, детство, это вот... Как мы сейчас делаем. Когда нас выгоняют или ставят кого-то другого там хозяйничать, ну, любой человек чувствует себя ущербно, да, любой человек, любой нас, любая душа. У джинов тоже существует нафс. Естественно, была ревность определенная у джинов по отношению к Адаму и, естественно, сынам Адама. И мы знаем, что Иблис, он был тоже из сестра джинов. В Коране есть Аят, что он был из джиннов именно. Он не был ангелом. Маникем призабраться. Да, но он был воспитан ангелами, он достиг степени праведности своих деяний, он достиг степени ангелов. Да, не было даже, говорится, клочка земли, где бы он не совершался дждать Всевышнему Аллаху. И, естественно, он питал тоже собственнические чувства и, наверное, питает до сих пор по отношению к земле. То есть, такая вот земля, это дом, да, красивый, с природы, водопады, небеса, облака. Все хорошо, да, то есть, но Аллах Всевышний решил передать вот это все, вот эту землю, прекрасную, да, во всей вселенной, одна такая, передать Адаму. И, говорится, я поставлю на земле халифа, то есть, того, кто унаследует ее. За что? Потому что джинны творили также бесчестие на земле. Они убивали, они нарушали, делали фасад на земле Аллаха. И также были среди них те, кто оказывали послушание Всевышнему Аллаху, те, которые нарушали заветы. И вы знаете, да, что Аллах Всевышний также, как и для людей, посылал и ангелов, чтобы уничтожать некоторые даже народы из числа джиннов. Потом и людей тоже, которые нарушали до такой степени заветы Аллаха, что обратно им уже не было никакой дороги и не было дальнейшего смысла существования их в этом мире. И, что для них все это дальнейшее существование могло бы быть только хуже. То есть, они для себя бы делали много, больше и больше грехов и заслужили бы этим самым еще ниже места в аду. Поэтому Аллах прекращал их существование. И также некоторые отряды ангелов, которые посылались для того, чтобы уничтожить джиннов, возглавлял сам Иблис. Сам он же был из джиннов, да, но он был в маленьком возрасте перемещен и воспитывался ангелами. И он же был в авангарде войск и уничтожал даже своих же соплеменников. Но он все равно питал собственнические чувства к земле и думал, что все-таки ему и его последователям останется эта земля. Он даже не мог предположить, да, что кто-то придет и будет здесь вместо него командиром. И, естественно, он, ну, как и в жизни бывает, вокруг себя собирал ангелов, говорил им некоторые вещи, да, они его уважали, они ходили к нему, чтобы он делал за них дуа, молитвы, да. И, как предполагают некоторые ученые, мы точно сказать не можем, это вот предположение, я вам, да, говорю, это только Всевышний Аллах знает всю суть. Ну, на основе определенных знаний и на основе высказываний ученых мы можем сделать некоторые предположения, исходя также из жизненного опыта. И собирал Иблис вокруг себя ангелов и, можно сказать, подговаривал где-то вот относительно того, чтобы земля все-таки осталась в ведении Иблиса, может быть, ангелам передал бы, да, то есть какие-то варианты рассматривались. Здесь говорится дальше, они сказали, кто? Ангелы. Ангелы сказали. Говорится, неужели ты сделаешь на ней, на земле халифом того, кто ювсиду, то есть то же самое будет делать, что и джины, порча, да, порча, нарушение заветов, фасад, фасад, то есть нечисть, творить нечисть на земле твоей. И прольет даже кровь, будет проливать на ней. Как ты можешь поставить? То есть ангелы спросили у него, зачем, мол, ставить человек, который то же самое будет делать, что и те, которые были у него, то есть джины. И говорится, в то время, как мы, то есть ангелы, славим тебя постоянно, мы хвалу тебе воздаем, благодарим и, ну, светим, да, ванухат десулят, и светим тебя, то есть твое имя. Оля, он сказал, Всевышний Аллах, и не аляну, ма ляка аляну. Поистине я знаю то, что не знаете вы. Знаю то, что не знаете вы. Вот из этого, да, даже из этого аята видно, что вот вся эта ситуация была именно из-за земли и наследия земли. На самом деле, если подняться над ситуацией, просто что такое земля? Шарик, да? Какой-то крупинка вообще в бесконечном космосе. Но на самом деле, посмотрите на людей. люди из-за нескольких, может быть, граммов золота убивают друг друга. Не то, что какие-то более серьезные вещи, да, там убийства, обманы и так далее и тому подобное. Из-за нескольких граммов золота. А представьте, всю землю. И говорится дальше. Говорится, и научил Всевышний Аллах, обучил, то есть дал знания о оба именах и названиях многих вещей на земле. Адаму было заложено такое качество, что он мог смотреть на вещи и давать им имена. То есть, ну, творчество, можно так сказать, да? Творчество. Он мог что-то увидеть, какой-то предмет и дать ему имя. И изначально говорится, что Адам, он прародитель всех языков. Адам, говорится, владел семидесятью языками. А в Аразам, когда говорится семьдесят, это, говорится, ну, много. Очень много. Семьдесят. Адам был, да, изначально относительно языков, потому что говорил на какой-то предмет и давал ему название. Это вы можете посмотреть, как дети себя ведут. Вот у нас Самира дома. Она какие-то вещи называет своими именами. Она не по-татарски, не по-русски. Это вот красивое у нее ла-лу-ла слово, значит. И постоянно одно и то же говорит. Какие еще там у нее? Нана. Нана это ребенок. Хотя с чем связано? Да, вот она называет какими-то звуками именно какие-то вещи и происшествия и ситуации. Вот тоже это было дано Адаму. Ангелы, они совсем другие в этом плане. Ну, ангелы, понятно, это бесполые существа, они не имеют навса, то есть страсти какой-то каких-то инстинктов животных. Но они, так как у них нету противовесу разуму, у них только чистый разум. они не могут в связи с этим самообучаться. Самообучаться. Как роботы? Примерно то же самое. Примерно то же самое. У них есть программа, которая заложена. А человек, знаете, это как вот может быть планшет стоит, который снимает. если взять старый телефон, например, вот это чей телефон? Да, он у вас я не хочу ничего плохого сказать, но этот телефон он к сети интернет не подключен и обновление программного обеспечения невозможно. Как его создали, он так и будет. Пройдет много лет, он таким же и останется. Этот планшет, например, он подключен к интернету и постоянно обновляется, у него какие-то приложения выходят, операционная система обновляется, да, то есть изменяется. постоянно меняется и какие-то функции новые появляются, ну примерно, если так можно представить. Человек, то есть он может постоянно что случилось? Нет, нет, это я не простила. Ага, не, ничего. Постоянно может самосовершенствоваться. Вот это огромный подарок Всевышнего Аллаха, за который нельзя в полной мере поблагодарить. Это просто звук. Сейчас вот так вот бегать Сулейманова. Ее не переделаешь. А такая есть. А такая есть по жизни. Да, ну надо видеть в наших единоверцах только лучшие качества. Зато есть много других хороших качеств. Очень 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 качества не такое плохое. Вот, значит, возвращаемся к аятам, вот к этой ситуации. Это очень интересная и поучительная ситуация. Очень интересная и поучительная. Если, конечно, знать вот эти все тонкости, что там происходило на тот период. То есть Всевышний Аллах дал вот это говорится, вдохнул, когда Адама создал, вдохнул от духа своего. У Адама есть, у сынов Адама, у нас всех и к любопытству тяга, то есть к самосовершенству. Мы всегда ищем что-то новое, чтобы обновить свое программное обеспечение. Сколько талантов людей. Талантов, да, и так далее. У ангелов же-то нет. То есть что им дали, то оно и будет постоянно. И вот это именно и показал Всевышний Аллах и Адаму, и ангелу. Говорится дальше. Обучил Всевышний Аллах именам, всем, которые на земле. И говорится «Сума», потом «Арадагум «Аляльмаляйкати» и представил ангела. «Аляльмаляйкати» 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 Если вы говорите право, ну, то есть, если вы правы, вы скажите название этих имен, но у них не было этого, да, то, что называть какие-то вещи, творчество. У них этого не было. Импровизация, да, лучше слово подобрать. Импровизация. И они не смогли этого сделать. То есть они сказали, пречист ты, пречист ты, нету у нас знаний, только те знания, которые ты нам дал, все, то есть у нас нету больше знаний. И сказал тогда Всевышний Аллах, о Адам, назови имена их, говорится, всего, что было на земле. И тогда назвал Адам все имена, сказал Всевышний Аллах, говорится, не я ли вам говорил, не сказал ли я вам, что мне больше известно, нежели вам. И я владею знанием о воль, то есть скрытом и о явном, того, что на земле и в небесах. И я знаю то, что вы творите явно и то, что скрываете. Да, это слова Всевышнего Аллаха. И тогда, вот после вот этой всей ситуации, было ясно, что Адам это совершенно новое творение. Это, я напомню, это было новое творение. То есть до этого создания, которое было из земли, не было. Были ангелы из света, были джинны из огня, это из земли уже новое творение. И ангелы поняли, что это уровнем выше творения. И оно удостоилось чести от Всевышнего Аллаха, что дано, значит, качество импровизации или творчества. И дальше продолжается. Говорится, и тогда сказали мы, то есть Всевышний Аллах иногда о себе говорит во множественном числе. Это раньше у арабов было как уважение. То есть, как мы говорим, на вы, да, кому-то, это мы испытываем уважение. Раньше такое было, это особенность уже арабского языка. Даже в некоторых других царствах, королевствах, например, римский император, когда писал какое-то письмо, он говорил, ну, писали мы. Ну, как бы от Высшего к Нишему, да. И тоже здесь употребляется такое. Вот и Дукульна. И сказали тогда мы, ангелам, устюду ли Адам. Сделайте саджда Адаму. То есть, земной поклон сделайте Адаму, как своему учителю, как своему учителю из уважения к его знаниям и из уважения к тому, что даровал ему Аллах. То есть, импровизацию, творчество вам, которое не даровал. Естественно, ангелы фасаджаду и поклонились. Все ангелы, говорится, во множественном числе. Иля Иблис, кроме Иблиса, который был уровнем ангелов, но был из числа джинов. Да, имеющим навс и имеющим, он имел, естественно, свои амбиции. И превознесся, то есть, очень сильно возгордился, да, говорится, и стал из числа каферов. И стал из числа каферов, но не потому, что он не просто не поклонился, он еще и оспорил. То есть, он сказал, я не должен. То есть, то, что ты сказал, Всевышний Аллах, ты был неправ. Я не должен, он сказал, я не должен поклоняться ада. Дальше, там есть в других аятах, упоминание тоже этой истории. Такя-падек. Да, и там говорится, что... Именно, да, что он создан из огня, а он сделал из грязи. Иля Минтын, говорит, тын, ну, то есть, это вот грязь глиняная, да. То есть, это он сделал от гордости и высокомерия. Опять же, подтекст был такой, почему Иблис не взлюбил Адаму, потому что знал, что ему передается его отчина, его, так сказать, земля, на которой он был хозяином, командиром. Да. Дальше, именно вот говорится, что капером стал именно из-за того, что он, да, если бы он не поклонился из-за лени своей, или, там, сказал, я болею, там, не могу, хочу, но не могу, ты прав, но я просто не могу этого сделать, да. Он сказал, ты не прав, то есть, Аллаху Всевышнему, Иблис сказал, такой гордец, да, сказал, ты не прав. Оспорил. Да. Оспорил, вот этот именно приказ. И так же, мы просто должны вспомнить, что если человек, например, мусульманин, творит грехи, он все равно остается мусульманином. Пока этот человек не оспорит этот грех, то есть, пока он не скажет, свинину есть, можно, или алкоголь пить, можно, тогда он уже становится кафером. Да, да, да. Оно, когда он это делает, но верит, что это грех, он может покаяться в этом, да, он может сказать, что я не могу, у меня нет времени, там, ну, на какие-то причины ссылаться, это, конечно, грех, и он заслуживает, может быть, по воле Аллаха, конечно, наказание в огне, но Аллах может и простить его. То есть, он все-таки остается даже в этом случае мусульманином, пока он не оспорит приказ Аллаха, который идет в Кур'ане. Или не повторит. Дальше говорится, после того, как сделали поклон ангелы по отношению к Адаму, дальше говорится, в Акульна, и сказали мы, я Адам. Живите вы, то есть ты и жена твоя, то есть имеется в виду Гава, в джанате, в раю, живите вы в раю, в Акуля, Минга, и кушайте из него Равадан вдоволь. То есть, сколько хотите, хай стучит тума, хай стучит тума, то есть, где, где захотите вы двое, ну, здесь очень арабский язык, да, вот, по отношению к ним двое, где хотите, то есть, в раю любая пища, она была разрешена. Кто-то говорит, или в Библии, может быть, читали, да, или слышали, или кто-то, может, даже из не очень знающих мусульман говорит, что дерево, плод которого съел Адам и Хава, растет в раю. Нет, в раю нету таких деревьев, и здесь из этого аята ясно, что это дерево, оно расположено за пределами рая. Говорится, что в раю Аллах Всевышний говорит, ешьте все, куда бы вы ни пошли, и вдоволь. И говорится, вуаля да пораба гады ги щадеро. И говорится, и не приближайтесь вот к этому дереву. Говорится, здесь именно слово употребляется гады ги щадеро. Гады ги, это относится к тому предмету, который лежит рядом. Запятное. Да, например, или тильке было бы, да, то есть, к тому дереву. К тому, которое расположено далеко, например. Если вот дафтар, тетрадь, да, лежит, я могу сказать, гада дафтар. Вот это, которое вот оно рядом говорит. Ну, понятно, что было показано Адаму и Хаве. Ну, Аллах на все вводит, и все он может сделать. Он показал, то есть, ну, или образ вот этого дерева, что вот к этому дереву не приближайтесь. Потому что, если бы он показал реальное дерево, которое здесь бы росло, они бы уже около него были бы. Гады ги, то есть, к этому дереву. То есть, он объяснил, к какому дереву не приближаться. Гады ги щадеро. Фа таку на ми на вболи ми. Иначе падете во зло, да, то есть, выйдете из этого состояния, в котором были. И, а дальше говорится. Вот это слово, фаазалля, это споткнул, можно так перевести, или заставил споткнуться, там, поставил подножку, вот так вот, да, примерно переводится. Или заставил, или склонил к совершению ошибки. То есть, не то, что направленный греш, да, конкретно, вот он ослушался и пошел адом к этому дереву. Нет. То есть, обманом заставил, хитростью. Потому что адом это, ну, можно сказать, ребенок, да. То есть, он был создан в раю, у него и не опыта, никакого ничего не было. Шайтан легко его обманул. И, говорится, фаазаллю гумо шайтан. И заставил его споткнуться шайтан анга. Да, вот здесь вот, говорится, споткнуться или из-за нее, или об нее. Тоже есть, значит, непонятно здесь, да, обо что. Но женский род. Ну, скорее всего, об дерево. Потому что здесь предыдущий аят, говорится о именно дереве. Дерево здесь тоже в женском роде стоит. Среднего нет рода в арабском языке. Заставил споткнуться об него, фааз радя гума, и вывел их двоих мима кэнафиги. Из того места, в котором они были. То есть, что там буквально произошло, мы можем только догадываться. Но говорится, что удалось шайтану вывести Адама и Хаву из рая. Каким-то образом. Обманом. В других аятах я собирал вот эти аяты, которые связаны с историей об Адаме. Там поиск вот в компьютере, да, набираешь по аятам Адам. Слово. Там собрали много аятов. И в одном из аятов, там говорится, да, что шайтану удалось вывести Адама и Хаву из рая именно. Из рая именно. И мы здесь вот тоже это прослеживаем. Удалось вывести из рая. Куда? Ну, предположительно, на землю. Предположительно, на землю. С большой долей вероятности, можно это сказать. И это дерево, как раз таки, к которому не приближаться, было земным деревом с земными плодами, конечно. Вот смотрите, райская пища, она перерабатывается полностью. То есть, усваивается организмом и нету отходного. Да, да, да. То есть, в туалет не ходят жители рая. Да. И не ходил Адам. И кто будет в раю, иншаллах, и мы тоже, иншаллах, поваля лада. Не оправляются. Там тоже, да, справлять нужду мы не будем, только отрыжкой. В качестве отрыжки что-то будет выходить. И, естественно, попав на землю, выйдя из рая, не знаю, каким образом, но все возможно, да? Я думаю, да. В этом это дело. Им ничего другого не осталось совершить, как поесть плодов из земного дерева. То есть, они не усваиваются полностью и выходят в качестве наджаса, да? То есть, на земле нет столько пищи, да, как в раю, например. Их одежды поизносились, ветра, природные условия. И, естественно, они вынуждены были поесть. Опять же, их шайтан заманил к тому месту, да, откуда он споткнулся, заставил споткнуться, и они вышли из рая. Адам не хотел. Адам не хотел, боялся. Адам не хотел, боялся. Да, но он любопытный. И он не был опытен тогда, да? То есть, опыт у человека с годами приходит. Вот опыт относительно обмана, какого-то или мудрости. Да, вот это подшиптал. Не бойтесь. Подшиптал, да, он вывел его. И, естественно, вот еще в других аятах, в Куране, есть упоминание того, что открылась суть сравных мест именно, да, Адамы и Хавы. То есть, вот этот скушенный плод, он начал выходить откуда? Из тех мест, которые Адам и Хавы не знали, для чего они вообще существуют. То есть, спереди и сзади. Естественно, остатки вот этой еды, они начали выходить, да. Они начали, говорится, прикрываться листиками деревьев, да, чтобы скрыть вот эту срамную суть их мест, да, то есть их, которая открылась в результате, в результате ослушания, да, их, можно сказать, ослушания Всевышнего Аллаха и запрет кушать от плодов земных. Говорится дальше. Говорится, вы отсюда, значит, из рая, да, выйдете, здесь, кстати, говорится во множенном числе, то есть это больше трех, три и больше. То есть это и Иблис, и Адам, и Хава, и говорится, будьте друг другу, будете врагами простояты. То есть Иблис, да, шайтан и люди. И на земле ваше теперь, значит, ну, риск ваш, обитание, да, до момента определенного, до определенного момента. То есть на земле вы будете и рожаться, и умирать, и пропитание оно вам даст, и вы там будете до того момента, пока не будете воскрешены. Было внушено Адаму от Господа его, были внушены определенные слова, которыми он, Адам, попросил прощения у Всевышнего Аллаха. И Всевышний Аллах принял это раскаяние, которыми просил Адам. Ну, говорят некоторые ученые, что он просил именно ради Мухаммада, сараллаху алей вассалям. Он говорил ради Мухаммада, сараллаху алей вассалям, прости мой вот этот грех, мою ошибку. Да, говорится, что Адам пролил столько слез, сколько не выйдет все человечество за всю историю. Так каялся за вот эту ошибку, да? Она, женщина. Да, и когда спрашивали у Адама, откуда ты знаешь, кто такой Мухаммад, кто это такой, он сказал, сараллаху алей вассалям, что я видел его имя, написанное на троне Аллаха. Ля-иляха-иляха-иляха-мухаммаду алей вассалаллаху алей вассалям. А вот это. Да, и он говорит, если, я не знаю, кто это, но это, если его имя написано рядом с именем Аллаха, то это некто великий. И говорит, ради него прости меня, и Аллах Всевышний сказал, что это последний пророк из твоих потомков. Да, вот, мне, мои учителя тоже объясняли, вот что за слова, которыми Адам просил прощения, да? То есть, ради его дед Мухаммада, прости меня. И вот доставился прощения Адама. Я хочу спросить, вот, значит, там сказано еще, что этот самый, этого Адама будет за спиной нур. 40 лет он его подносит, это нур Мухаммада будет. Да, нур, конечно, переданется. Дальше говорится, не вернитесь, то есть, отсюда, говорит Всевышний Аллах. Говорится, здесь вы будете, то есть, обитать на земле, и если к вам придет от меня, не от меня Абудан, руководство или направление на верный путь, кто последует за моим руководством, то есть, Кур'ан и те книги, которые были не способны до Кур'ана, и не будет страха уже на них никогда, и никогда они не подвергнутся печали или горести. То есть, ну, человек будет в безопасности и придет, в начале вечному рая. Но те, которые отвергнут, те, которые отвергли мое водительство, руководство, то есть, священный Кур'ан и те книги, которые были до Кур'ана, и, значит, сказали, что это ложь или вымысел, да, как говорят, в принципе, многие из неверующих, то есть, которые отвергли наши аяты, наши знамения и нарекли их ложью, они обитатели или подвижники огня, да, они обитатели огня, и они будут там вечно. Это в Аллахе участь очень незавидная, очень незавидная. Вот такая вот история, да, произошла. Мы постарались с подробностями ее исследовать. Очень интересно, да, очень интересно, на самом деле, все вот это вот, как вот это происходило. Вот, ну, на этом первый рой закончен. А вот, когда Аллах разговаривал с ним, когда его не сказали, этого самого Ханнеса, этого, как ты позволил сказать, ну, шайтана там, ибис, 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 а когда он не сказал, он еще, это самое, боялся, что он его уничтожит. Да, он попросил отсрочку, да. Да, но он сказал, да, это самое, до судного дня. Ну, и дело...